МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Объектив о последних городских событиях в материалах журналистов Новоуральской вещательной компании. Коротко о главном в этом выпуске. В канун Дня атомщика пресс-конференция генерального директора Уральского электрохимического комбината. Без прав на управление, без регистрационных номеров, но зато с десятком неоплаченных штрафов попал вчера в аварию водитель мотоцикла. Почти настоящие выборы объединят около 20 тысяч избирателей в возрасте от 16 до 30 лет. Новоуральс готовится к выборам в Молодежную думу. Молодым спортсменам взрослые награды. Воспитанник Дю США-4 впервые за всю историю Новоуральской школы стал чемпионом мира по кикбоксингу. Озерская миллионер 6 Бразилии на сцене Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Инженеры, специалисты, ученые и все, кто имеет отношение к атомной отрасли, в воскресенье 28 сентября отметят свой профессиональный праздник – День работника атомной промышленности. В преддверии этого дня генеральный директор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов дал пресс-конференцию для городских средств массовой информации. В зале завода управления комбината Александр Андреянович, генеральный директор ОХК, отвечал на вопросы журналистов в течение двух часов. Темы – от глобальных до житейских. Повлияют ли введенные мировые санкции против России на урановый рынок и работу Уральского электрохимического комбината в частности. Говорили и об итогах работы за полугодие, а также о планах и перспективах предприятия. Александр Белоусов рассказал о сотрудничестве с учебными заведениями и программах для молодых специалистов ОХК. Шел разговор о предстоящем сокращении кадров на заводе газовых центрифуг. В завершении пресс-конференции разрядили обстановку житейские вопросы, как генеральный директор лечится от простуды в эти осенние холодные дни. На мой взгляд, психологический настрой, он очень важен для всех окружающих. Психологический настрой, внутренний твой настрой. Если ты склонен быть меланхоличным, мнительным, все плохо, караул помирает, то это настрой такой, и, конечно, это передается всему организму, и ты в большей степени точно ничего не подхватишь. Если ты человек с жизненной активной позиции, и тебе моя основка, то мне болеть некогда. Поэтому у меня организм понимает, что ему никаких послаблений не будет, и он так и настраивается. Обо всем подробно полностью пресс-конференцию генерального директора Уральского электрохимического комбината Александра Белоусова. Смотрите завтра сразу после выпуска новостей. В продолжении темы. В канун Дня работников атомной промышленности в Новоуральске состоялся так называемый атомный велопробег. Он проходит второй год подряд по инициативе Екатеринбургского информационного центра по атомной энергии. Атомный велопробег стартовал от первой площадки. Далее участники проехали ко второй площадке УХК детскому комплексу на автозаводской горнолыжной трассе «Бесячий камень». Завершили маршрут у детской поликлиники. Велосипедисты не просто крутили педали и в свое удовольствие совершали прогулку. Во время остановок они замеряли радиационный фон в разных районах города. Информацию отправляли организаторам велопробега в информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга. Информационный центр уже второй раз выходит с инициативой проведения атомного велопробега. И мы второй раз вместе с новоуральскими велосипедистами это мероприятие поддерживаем. Я думаю, что мы и в дальнейшем будем его поддерживать. Ну а целью, естественно, этого велопробега является информирование населения о радиоактивном фоне, который в тех или иных точках города Новоуральска есть. В атомном велопробеге приняли участие работники комбината, молодежная организация УХК, школьники. К примеру, как 10-летний ученик 40-й школы Александр Голдин. За рулем велосипеда юноша с 6 лет. В акции решил принять участие в паре с мамой. Я приехал с мамой. Она работает тут. Самое интересное то, что мы будем каждый не по-одиночке, а хотя в группах. К атомному велопробегу присоединились и ученики атом-класса лицея номер 58. Подрастающее поколение атомщиков дождь не испугал. На старт вышли все. Погода всегда хорошая, даже если дождь. Я, в принципе, ничего не боюсь. В команды обязательно входили дозиметристы. Они, собственно, и проводили замеры. Нормой радиационного фона принято считать значение не превышающее 0,2 микрозиверта в час. По результатам велопробега показатели гораздо ниже – 0,09 микрозиверта в час. Сформируется интерактивная карта радиоактивного фона городов Росатома. И таким образом наши горожане, жители города, жители России, жители атом-градов получат эту информацию и будут, в общем-то, рады тому, что она есть. Могу вас заверить, что радиоактивный фон на территории Новоуральского городского округа не превышает своих норм. Поэтому все в этом случае будет безопасно. Участники велопробега правила дорожного движения знают хорошо, в отличие от участников ДТП, произошедшего вчера возле концертно-спортивного комплекса в полвосьмого вечера. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ девятой модели, двигался по улице Свердлова со стороны Ольховой. На разрешающий сигнал светофора он поворачивал налево, но не предоставил преимущества в движении мотоциклисту, который двигался по встречному направлению со стороны Ленина. В результате столкновения водитель мотоцикла был госпитализирован бригадой скорой помощи в травматологическое отделение городской больницы. У пострадавшего закрытый перелом вертлужной впадины, разрыв связок коленных суставов, рваные раны обширной ссадины. На момент ДТП участники происшествия были трезвы. Водители ВАЗа и пассажир пристегнуты ремнями безопасности. Мотоциклист находился в шлеме. У водителя мотоцикла, по данным ГИБДД, есть неоплаченные штрафы за неоднократное нарушение правил при управлении автомобилем. В частности, за проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и так далее. У мотоциклиста есть права категории Б, а вот водительского удостоверения категории А нет. К тому же мотоцикл без государственных номеров и не зарегистрирован в отделе ГИБДД. К другим темам, около 20 тысяч избирателей в возрасте от 16 до 30 лет включительно смогут проголосовать на выборах в Молодежную Думу 5 октября. Никита Евсеев узнал о том, кто решил пойти в депутаты Молодежного парламента. По пяти трехмандатным округам зарегистрировано более 70 кандидатов. Большинство из них – самовыдвиженцы. Всего зарегистрировано у нас 76 кандидатов. 30 из них – это выдвиженцы от политических партий, 33 кандидата – самовыдвиженцы и 13 человек – это кандидаты выдвинутыми общим собранием от школ и от рабочих мест. В голосовании имеют право принять участие молодые жители, не только постоянно проживающие на территории Новоуральского городского округа, но также иногородние школьники и студенты, обучающиеся в образовательных учреждениях города. Свой выбор сделают и военнослужащие из войсковой части 3280. Для них голосование будет организовано в детской библиотеке на Первомайской, а остальные избиратели голосуют по месту прописки. Каждый избиратель может проголосовать по месту прописки на своем избирательном участке. Схемы кругов и границы подробно расписаны на сайте избирательной комиссии по адресу избирком.новотек.ру. Каждый может зайти, посмотреть и получить актуальную информацию. На округе избиратель имеет право проголосовать за трех депутатов. То есть человек может ставить не одну галочку или любой другой символ, а до трех. При этом бюллетень будет считаться действительным. Наша коллега Дарья Максимкина выдвинула свою кандидатуру как самовыдвиженец. Коллектив Новоуральской вещательной компании поддерживает ее в этом. Я не сказала никому. Была в курсе только моя семья. И мне очень приятно было встретить поддержку коллектива. То есть на телевидении я работаю всего полтора года. И ну приятно, когда коллектив за столь короткое время так тебя принимает и поддерживает во всем. Основными проблемами в молодежной среде Дарья видит невысокую осведомленность молодежи в происходящих событиях в городе и невысокую социальную активность. Очень много в городе происходит интересного. Жаль, что молодежь об этом не знает. Поэтому не знаю пока, как будет построена работа в молодежной думе. Это новый проект не только для нас, но и для города в целом. Поэтому будем полагаться на опыт старших товарищей. Ну и созидать, созидать будущее Новоуральска вместе. Как бы это банально ни звучало. Дарья Максимкина избирается по третьему округу в Южном районе. Свои кандидатуры здесь выдвинули 18 человек. И это самая большая конкуренция. Но у Дарьи на этот счет есть свое мнение. Почему именно Южный район? Потому что я там живу, я там прописана. Мне важно, чтобы мой район был ухожен, благополучен. Ну и я училась в сороковой школе. То есть, как бы надеюсь на поддержку и оттуда, ну и в целом много знакомых. Это новый опыт для всех нас. И мы выдвигаемся в Думу, чтобы что-то сделать для города. Я бы назвала их единомышленниками своими. Мы продолжим следить за предвыборной гонкой кандидатов в Молодежную Думу. Никита Евсеев, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Многие молодые люди, желающие жить и работать в Новоуральске, для выражения своей позиции выбирают профсоюз. Встречи молодежного профактива с городскими властями проходят в Новоуральске регулярно. Вчера в детской библиотеке состоялся молодежный форум. Представители городских предприятий встретились с руководством территориального комитета профсоюза. Каждый участник подготовил вопросы, которые волнуют молодежь, работающую в самых разных сферах. Будь то культура, медицина, бытовое обслуживание или образование. Наверное, все образовательные учреждения с задачей сейчас вопросом принятия эффективного контракта. Хотелось бы более подробно узнать, что это такое, не смотря на то, что нам, например, директор объяснил, может, в других школах есть подобные вопросы, что это главное, зачем это принимает и какие-то будут последствия. Смысл этого контракта заключается в следующем. Чтобы работник, так сказать, представлял задачу, которую перед ним ставит работодатель, естественно, направил всю свою производительность труда на эффективность, на результат. Но сегодня, как нам представляется, эффективность контракта не должна быть сведена к срочному трудовому договору. Вот этому профсоюз должен воспротивиться. Подобные встречи проходят регулярно и вовсе не для формальной отчетности. Главная проблема, волнующая молодежь – приобретение жилья. Мне кажется, у нас в прошлом году разговор получился. Если подвести вкратце итог по жилищной проблеме, нас услышали. Мы далее выступали потом на думских комиссиях, потом проект был проработан Инвежилстроем, сегодня проект направлен в наш адрес, и нас услышали. Основные пункты предлагаемой жилищной программы – предусмотреть в каждом вновь сдающемся доме квоту для работающей молодежи, уменьшить первоначальный взнос до 10% и продлить рассрочку платежа до 20 лет. Проект будет рассмотрен на рабочем заседании Городской думы, которое пройдет 25 сентября. Все вопросы, озвученные на форуме, станут темой круглого стола с руководством округа и администрации. Встреча запланирована на 16 октября. Дарья Максимкина, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. Новости культуры. Озерский театр побывал с гастролями в Новоуральске, а артисты из Новоуральского театра музыки, драмы и комедии в этот же день показали жителям Озерска музыкальный спектакль «А не пришить ли нам старушку». Публика принимала наших артистов на ура. И новоуральские зрители тоже остались довольны гастролерами. Озерские актеры привезли в Новоуральск легкую комедию «Миллионерша из Бразилии» или «Тетя, как вы кстати». В ритмах бразильского карнавала и лучах романтической любви обрела новую жизнь всем известная история о том, как актер, выдавая себя за богатую тетушку из страны, где много диких обезьян, помог двум юношам обрести счастье с их возлюбленными. И в репертуаре нашего театра есть спектакль со схожей сюжетной линией «Тетка Черлея». В день гастролей озерских актеров у новоуральских зрителей была возможность сравнить работу двух театров. Два закрытых уральских атомных города связывают между собой годы театральной дружбы, начиная с 60-х годов. А в 1970-м озерский театр даже увел у новоуральской оперетты молодую и перспективную артистку. Актрису зовут Эмма Власова, и она до сих пор живет в Озерске. По перестрочным экономическим причинам гастрольные взаимоотношения между Озерском и новоуральском прекратились в середине 90-х. В 2014-м возобновленный обмен спектаклями возвратил старую дружбу. Очень рад, что нам удалось наконец-то снова сюда приехать, потому что я очень много наслышан о тех гастролях, которые были ежегодными, и каждый год мы приезжали с новыми спектаклями, показывали новые премьеры. Это было такое благотворное сотрудничество между театрами закрытых городов, и это было братство. Я надеюсь, что вот эта первая ласточка, которая потом дальше будет развиваться. Наши театры развиваются, и всегда были таким флагманом культуры в каждом отдельно взятом городе, поэтому два учреждения решили взять старую традицию и сегодня поднять ее на новый уровень. Поэтому я считаю, что подобные проекты, они, во-первых, дают возможность нашим актерам показать себя и позадышать по-новому на новой сцене, услышать другую тональность аплодисментов. Для нас это тоже важно. Работа артиста такова, что он должен выйти на сцену, несмотря на самочувствие, форс-мажорные обстоятельства или праздники, как озерский артист Вахаб Джон Азимов. На новоуральской сцене он играл роль в день своего рождения. По-особенному. Потому что начался день с потрясающего эффекта, когда я заходил в автобус, и весь автобус мне аплодировал, поздравлял с днем рождения. И я как бы под этим впечатлением нахожусь целый день. И когда я смотрю в глаза своих коллег, и когда на сцене я буду смотреть в глаза своих коллег, они все равно будут в каким-то третьем, пятом, десятом подтекстом обязательно учитывать мой сегодняшний день рожденный статус. Новоуральск пестрил афишами о гастролях Озерского театра задолго до показа «Миллионерша из Бразилии». Билеты раскупили заранее. Новоуральские зрители остались довольны артистами. Очень приятно и весело. Мы довольны. Динамично. Поэтому, так как содержание знаем, мы знаем работу наших актеров, то сразу включились. Приятно, вообще хорошо смотреть. Приятно на них смотреть, очень приятно. Надо, чтобы они к нам еще раз приехали с другим спектаклем. Нам все очень нравится, очень здорово. В театре особая атмосфера и вообще как бы сам спектакль, он очень веселый, заводной. Мы сидели буквально вместе, пританцовывали с актерами. Все очень хорошо, очень здорово. Гастроли театров закрытых городов – хорошая традиция. Это пусть и первый после длительного перерыва гастроли Озерского театра в Новоуральске, но уж точно не последний. В завершении выпуска о спорте в итальянском городе Риммини завершился чемпионат мира по кикбоксингу. В нем участвовали спортсмены из нашего города. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 4 Федор Золотарев и Андрей Касьяненко. Они выступили просто блестяще. Впервые за всю историю Дю США ее ученик стал чемпионом мира в этом виде спорта, рассказывает Антон Сапогов. В чемпионате участвовали более 2000 спортсменов из 60 стран мира. Новоуральцы Федор Золотарев, учащийся гимназии 47 и Андрей Касьяненко, выпускник 56-й школы, пробились в состав сборной России, победив во всех отборочных соревнованиях. 18-летний мастер спорта Андрей Касьяненко выступал в разделе «Фулл контакт». Из десятков ринговых дисциплин кикбоксинга в этом разделе запрещены удары по ногам и некоторые бойцовские приемы. По итогам нескольких поединков наш спортсмен занял третье место и стал призером чемпионата мира. Другой представитель Новоуральска, 17-летний мастер спорта Федор Золотарев выступал в разделе соревнований «К1», который разрешает боксировать в ринге без ограничений по ударам ниже пояса. Федор выступал по жесткому разделу «К1», где присутствуют удары коленями, бэкфист, это для кого, если это известный удар, с разворота рукой. Бьют по ногам лоу-кики по всей длине ноги и также пробивают в корпус и в голову ногами. Наша сборная уже на протяжении 10-11 лет является самой сильной сборной в мире и в Европе. И поэтому для европейца или там азиата огромная честь выходить на ринг и боксировать с представителем русской команды. Мне выпала честь, не знаю, боксировать с итальянцем, поляком и французом. По тому, как взяли первенство России, стал я первым номером в сборной. Пришлось поделать еще большую работу летом, чтобы поддерживать себя в форме, держать режим и всевозможные мероприятия. В конечном итоге я подготовился, меня подготовили и достойно и с успехом ставил честь нашей сборной, нашей страны на чемпионате мира. В итоге, после всех выигранных боев, Федор Золотарев стал чемпионом мира по кикбоксингу в своей возрастной группе. У нас поставлены с Федором очень, скажем так, большие цели на будущее. Сейчас он выступает в юниорах, потом хотим, конечно, перейти по взрослым выступать, чтобы это уже, скажем так, пик для спортсменов в кикбоксинге, выступать по взрослым. Когда он станет по взрослым, чемпионом мира, это уже, скажем так, будет окрилять его, будет такой нимф у него над головой, что будет он гордиться. И в жизни в дальнейшем это очень сильно пригодится. И сейчас она пригодится в учебе, где-то в дальнейшем поступлении, все эти регалии, они очень сильно зачтутся. И поэтому, как бы, это один из этапов, вот этой победы на первенстве мира, чтобы дальше, дальше продолжать ступенчато идти дальше. Антон Сапогов, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. А сейчас о погоде на среду. На Урале продолжается бабье лето. Завтра в Новоуральске будет облачно, без осадков. Ночью 7 градусов, днем плюс 16. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Уважаемые телезрители, просим обратить внимание, в связи с предстоящим празднованием профессионального праздника сотрудников атомной отрасли, в нашей эфирной сетке произошли изменения. Заявленные на среду, 24 сентября программы, переносятся на четверг, 25 число. Следите за анонсами. Завтра смотрите в нашем эфире пресс-конференцию генерального директора ОХК Александра Белоусова, приуроченную ко Дню работников атомной промышленности. А у меня на этом все. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова